Добрый день в нашем не очень интеллектуальном клубе. Значит, на самом деле, конечно, надо было проводить экскурсию. Погода сегодня была шикарная. Я на велике. И вообще замечательно. Но все-таки хочется пожалеть людей. Поэтому мы начинаем с вами серию лекций под названием «Романов без соплей». Я на самом деле задумал уже давным-давно. По одной простой причине. Дело в том, что новые все-таки люди более-менее подготовленные. А вообще в массе своей. Но вот мой экскурсионный опыт, опыт моего меня как гида, как опыт гида-переводчика, я вообще даже не буду заикаться, потому что там вообще мрак. Опыт гида внутреннего показывает, что в принципе у нас не все разбираются, кем Александр Третий приходится Александру Первому. И как они вообще выглядели, и что они вообще делали, и чем замечательно. А если мы пойдем куда-нибудь вбок, прости господи, какой-нибудь там Николай Николаевич Старший, или еще чего хуже Николай Николаевич Младший, или там какой-нибудь Константин Константинович, или там какая-нибудь великая княгиня Александра Иосифовна, то тут как бы уже все. Потоп, как бы беда и прочее. Значит, соответственно, это как бы первая причина, по которой я решил... Это не значит, что я вот прямо, знаете, в этих Романовых прям спец и спец. Нет. Ну, просто мне вот по долгу службы приходится этими вещами заниматься. Это как бы первая причина. Вторая причина заключается в том, что у нас в последнее время на волне вот этого всего, значит, оно как-то вот это все монархическое начало так цвести. Я отнюдь не против. Как бы все было прекрасно в Российской империи относительно. Но сейчас этому все придается какой-то такой акцент, нездоровый, как мне кажется, да, что на самом деле, если мы внимательно посмотрим на судьбу вот этих вот самых Романовых, имея в виду именно побочных товарищей, да, не только императоров и царей, то мы вдруг увидим очень интересную картину, которая заключается в том, что в принципе, если бы не было даже наших внешних друзей, если бы не было там проклятых большевиков, эсеров, кадетов и там их имяем Легион, то в принципе семья Романовых вполне готова была сама себя изжить. Ну, не буквально, не сразу, но в общем-то к этому дело шло, потому что все было не очень хорошо в Датском Королевстве. И здесь, соответственно, нужно начать с того, что в начале 18 века, ой, какого 18 века там вообще забыли, в начале 19 века, да, Романовых можно было пересчитать по пальцам. Дело в том, что у Екатерины I был один-единственный сын, вот он в центре, да, у нас Павел I. В общем-то уже ходили там и при жизни там определенные случаи, что может быть он и не ее сын в этой связи, есть замечательная там такая, не знаю, история, анекдот Байка, я ее уж не знаю, как назвать, как Александр III вызвал двух историков и сказал, а вот Павел I, вот мне честно, по секрету скажите, он как бы законный сын Екатерины II? И один говорит, знаете, ваше человечество, ну вот, судя по всему, все-таки нет. Александр III перекрестился и сказал, слава богу, мы русские. А второй говорит, вы знаете, ну в принципе, вообще-то, в общем-то и да. Он опять перекрестился и сказал, слава богу, мы законные. Вот, ну то есть, как бы, вот такая дивная история. И, собственно, то есть, у Екатерины I был один сын. Ну, я имею в виду официальный вот этот вот, ну, второй, понятно. Я иногда буду оговариваться, у меня, простите, я там путаю эти. Ну, вы же понимаете по контексту, да? Вот, хотя, в принципе, можете сказать, ну, от вас, Павел, я такого не ожидал. Кстати, уйти отсюда, как иногда, знаете, пишут. Вот, ну, я просто открою тайну малую, как если вы сейчас сюда выйдете и начнете что-то рассказывать, вы тоже, знаете, начнете кое-где. Вы сейчас, простите, очень масса интересных подробностей. Так вот, вот уже у Павла I было потомство, но, ну, во-первых, это его вторая супруга, да, надо начать с этого. Это потомство, на самом деле, оно фактически не оставило вот наследство, которое нас интересует. Да, то есть, что мы здесь видим? Мы здесь видим двух старшеньких, это Александр I и Константин. У Александра I было законных две дочери, они обе умерли во младенчестве. Да, Елизавета, у него же звали супругу. Ну, вы все знаете, что всех супруг в основном брали из, ну, нынешней Германии. Поэтому Отто вон Бисмарк назвал в свое время вот эту всю территорию племенной фермой Европы. Вот, и, в общем-то, он имел на это свое полное право. Соответственно, все. Александр I, до свидания, да. Константин, великий князь, у него была одна супруга, но вторая его супруга, это был марганатический брак, это в Польше. Княгиня Лович она получила, значит, соответственно, титул грузинская, у нее, по-моему, фамилия была изначально. Соответственно, его дети не могли претендовать на престол. Дальше у нас вот этот вот маленький, с голубой ленточки возле императрицы Марии Федоровны, это Николай I. Вот все основное потомство от него, и в основном все Романовы, про которых мы будем говорить, это все от него. И даже если не от него, то они потом были либо женаты, либо замужем за его потомством. Дальше у меня вот этот маленький такой, Мишенька, это вот Михаил Павлович с барабанщиком сидит такой, вот видите. Вот. А Михаил Павлович, он был в Питер, приезжайте, Михайловский дворец, русский музей, это вот его скромные апартаменты. Михаил Павлович вместе с женой Еленой Павловной, они оставили трех дочерей. Причем двое из этих дочерей умерли, ну не в младенчестве, а в молодом возрасте. Одна, да, жила долго и счастливо, но тем не менее, опять-таки их потомство, оно такое, сугубо побочное. Все дочери, все дочери, они повыходили замуж за всевозможных там европейских монархов, великих князей и так далее. Причем у них были у некоторых там очень тяжелые судьбы. Например, у старшей Александры, ее сначала должны были сосватать за шведского короля Густава, а он отказался, чтобы она не принимала лютеранство. И там свадьба сорвалась, это был единственный случай, когда Екатерина била палкой министра иностранных дел и говорила, я покажу этому молодчишке про шведа. Но она не показала, она умерла буквально скоро. И в итоге ее выдали замуж за брата австрийского императора, и там ее, соответственно, кто, теща получается, да? В общем, короче, так не взлюбила, что она умерла при родах, ребенок тоже умер, ей не было еще 18 лет. Да, ее младшая дочь, у нее была более счастливая судьба, она, значит, не помню, как название, знаете, вот эти вертенбюрские, альтенбурские, у меня, ну уж простите, я как бы, у меня оно все это плавает. У научных сотрудников какого-нибудь в Петропавловке, они сейчас это все вот эти пятерные имена, они, конечно, вам выдадут на ура, да? Я нет. У нее была более счастливая судьба, у нее ее хорошо приняли, она себя там за рекендал, но тоже умерла в 21 год, тоже родила, и там ее действительно оплакивали. Вот, в общем, ну, так, чтобы, я просто не хочу про это все, вот чтобы понимали. Соответственно, нас интересует в основном Николай Первый. И Николай Первый есть у меня, такие вот его портреты, ну, в принципе, я даже не буду F11 нажимать. Вот это один, обратите внимание, у него в руке, вот это что у него в руке такое? Какая каска? Что у него на голове? С двумя орлами? Да, 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 это самые привилегированные войска, коннегвардейские войска, да, конная гвардия. Вот, он был шефом полка, соответственно, ну, вот это один портрет, вот это его один из самых известных портретов. Вот это вот Николай Первый, жандарм Европы, бла-бла-бла. Буквально, я не собираюсь вам про Николая Первого рассказать, это было бы глупо, буквально пару слов, вот, про то, что обычно либо упускается из вида, либо не подчеркивается. Ну, во-первых, Николаю Первому, и вот ему Коленьке 4 годика, да, и тут, значит, выясняется, что что-то с папой случилось. Все, был папа, нет папы. А потом он вырастает, и выясняется, что папа, как бы, ну, он не просто его нет, его старший брат Александр в курсе был вообще всей этой истории, и, в общем, папу убили. На престол зашел его старший брат, ну, то есть, уже, как бы, так, ну, определенный, как говорится, кейс для психолога, да. А потом, соответственно, никто же не планировал, что он дойдет на престол, потому что был Александр, был Константин, ну, кто там думал. А в итоге Александр умер, Константин отказался, вот Николай Первый зашел на трон, а тут, короче, декабристы, да. То есть, он зашел на трон, и ему вот сразу надо кого-то убивать, вешать и тролля. И надо на самом деле сказать, что изначально-то должно было быть гораздо большей казни. Большей казни, а казнили всего пятерых. Ну, то есть, это, как бы, второй момент. Но третий, самый главный момент, самый главный. То есть, Петр Первый и, допустим, Александр Первый. Начало 18 века, начало 19 века. Корабли под парусом ходят, что там, что там. То есть, сто лет прошло, ну, под парусом, да. Войска передвигаются на своих двоих. И все продовольствие, и артиллерия, бла-бла-бла, оно все либо на своих двоих, либо на лошадях, валах и так далее. Информация передается очень прогрессивным путем посредством лошадей и курьеров. Ну, в основном депеша, да. То есть, в принципе, в принципе, ну, вот все то же самое. Конечно, там была какая-то и модернизация, и корабли, и всего остального, и там, ружья, и артиллерия, да. Но, по сути, ничего не меняется. Именно в эпоху Николая Первого начинается очень мощный такой натиск прогресса. Появляется железная дорога. Да, в 1937 году первая железная дорога от Петербурга до Царского села была проложена. Да, первые, знаете, что проехало первой по железной дороге? Проехали лошади, которые тащили два вагона. И то все офигели, господи, как быстро, плавно, и ничего не трясется. А когда-то поехали паровозы, ну, тут вообще аут. Да, монорельс, да. Он был монорельс, потому что, да, была однокалейка, и Николай Первый продавил эту идею, потому что были противники железных дорог. Да, да, Некрасов написал, потом там все отметились. И я обязательно сделаю все-таки экскурсию вокруг трех вокзалов, потому что там понаставили всяких монументов интересных, и там есть о чем рассказать. Дальше, телеграф. Дальше, нарезное оружие, которое, например, в России оно было, нарезанное оружие, но не было массового производства его. И поэтому, когда Крымская война, то, извините. И более того, как Крымская война, это первая война, когда переброска войск была осуществлена по железной дороге. Но не нами. Не нами. Понимаете? Корабли у нас парусные, у них какие? Да. И так далее. То есть, начинается, вот понимаете, такой вал. А Николай Первый, он был такой вот, ну вот, короче, проблема менеджмента. Просто обыкновенная проблема делегирования полномочий. Первый, все тренинги для руководящего состава обязательно включают какие-то элементы, которые рассказывают, как правильно делегировать полномочия. Иначе вы сдохнете просто. Либо вы просто будете жить на работе, да. А Николай Первый, вот хрестоматийный случай, Александринский театр на Неском проспекте, построенный, названный в честь его супруги. Карл Иванович Росси, там, метр с кепкой, дышит ему в пупок, да, и вот так вот снизу вверх на него смотрят, но доказывает, то есть, что какого цвета обивка у кресел должна быть. Николай Первый говорит, пурпурная, а Росси говорит, да давайте голубую. Ну вот представляете себе, ну грубо говоря, вот Путин приезжает в какой-то театр, открывается, да, он приезжает, а что это у вас занавески желтые? Ну то есть, ну какое ему дело, да, то есть, ну вот. А вот Николай Первый был таким, вот почему занавески желтые? Росси говорит, давайте театр серый, библиотека публичная серая и театр, нет желтым. Почему желтым? Потому что мало света в Петербурге, надо вот желтый цвет. И вот он там нафигачил этих желтых домов так, что у многих уже там реально желтый дом, знаете, да, такую аббревиатуру. Это из Питера, это Абуховская больница на Фонтанке, она соответственно располагалась. Ну то есть, вот он вникал во все, он ходил в это Исаакиевский собор и говорил, что вот, то есть, он всю живопись утверждал, он вникал в личную жизнь своих подданных, то есть, куча всяких историй, да. И вот есть, например, я специально надел скринов из всяких свидетельств, источников. Вот это вот Гагерн, это известный дневник путешествия в Россию. И он, соответственно, пишет, ну во-первых, что он пишет? Император проявляет необыкновенную деятельность и энергию, это хорошо. Сам делает и наблюдает многое, но это как бы ну хорошо, окей. Входит даже в подробности. Со времени вступления своего он на престол он дал государству такой толчок, и многие отрасли правления сделали такие успехи, что совершенно затмели Савстана Александра. Это правда. Дальше. Очень характерный пассаж. Но при этом его упрекают в том, что вмешательство переходит часто в суровость, что он слишком требовательный. Вы можете себе представить, да? То есть, вот это очень характеризует эпоху Александра I, да? То есть, он слишком требовательный и это очень плохо. Да? То есть, а что это ты очень требовательный? Главное дальше. Желание себя выказать в малых и ничтожных вещах доходит у него даже до крайности. Вот это ключевой момент. Да? То есть, он вникал во всякую вот эту вот ерунду, которая, в принципе, не должна была его касаться. Да? То есть, грубо говоря, вы директор фирмы, вы там и персонал нанимаете, и рекламу сами крутите в контексте в Яндексе, и, я не знаю, еще пиццу там с сотрудником возите. Ну, то есть, короче, вот так вот, да? Ну, то есть, это же нормально, да? Нормальный как бы владелец бизнеса сидит на Мальдивах и стрижет купоны, а за него там все пашут. Потому что он грамотно всех нашел, делегировал, объяснил, и вот оно все работает. Это не про Николая I. И вот это вот ручное управление, оно в итоге Романовых изгубило. Потому что ситуация начала ускользать. И никто не понимал, забегая вперед, я буду рассказывать, когда про эпоху Александра III, он по ночам ходил колоть дрова, он по ночам ходил удить рыбу, потому что он реально, у него уже голова раскалывалась. Вот от этого обилия информации, бигдата, вот она вот начала, короче, наступать. Ну и тут вот есть, уже забегая вперед, характеристика, чтобы сразу прочитать, и характеристика его старшей дочери, про которую мы сегодня будем говорить, Мария Николаевна. Старшая, великая княгиня Мария Николаевна, супруга герцога Лихтенбергского, малоростом, но чертами лица и характером вылитый отец. Это правда. Профиль ее имеет также большое искусство с профилями императрицы Екатерины в год ее юности. Великая княгиня Мария, любимица своего отца и полагают, что в случае кончины императрицы она приобрела бы большее влияние. Вообще, кто может предвидеть будущее в этой стране? Логичный вопрос. Никуда не делся. Куда деньги вкладывать? Обращаемся к воспоминаниям 19 века. Вообще, кто может предвидеть будущее в этой стране? Великая княгиня Мария Николаевна обладает, конечно, многими дарованиями, ровно как и желанием повелевать. Тоже ключевой момент. Уже в первые дни замужества она приняла в свои руки бразды правления. Герцог Лихтенбергский, красивый молодой человек, хвалит также его характер. Какая плотная характеристика Марии Николаевны и какие две строчки про его супруга. Вот. Это, соответственно, вот уже мы переходим к Марии Николаевне. Значит, ну вот это еще раз покажу. Это вот я люблю эти картинки показывать. Да, это вот эскорт императора в то время. Да, то есть никакой охраны. Вот они едут по набережной Дворцовы, вот там Петропавловская крепость на заднем плане это Сверчков художник. Ну вот еще один вариант. То есть вот так вот Николай Первый передвигался по улице. Он пешком ходил из Зиме Дворца Мариинский, о чем я сейчас расскажу. У него, соответственно, было несколько детей, но мы сегодня будем говорить только про одного дитя. Ну, точнее, я вскользь еще расскажу про еще ряд детев, но про главное дитя это вот про нее. Это ваш любимый Карл Брилов. Портрет Великой Княгини Марии Николаевны старшей дочери Николая Первого. Соответственно, я вам просто сейчас покажу ее. Это вот она в молодости. Это, соответственно, она тоже в молодости. Видите, какая мода? Ну, очень симпатичная. Очень симпатичная девушка. И вообще у Николая Первого были, конечно, все дочери все очень красивые. Я пару слов сейчас расскажу про них. Очень красивая барышня. Ну, или симпатичная, кому как. По мне, так и даже красивая. Вот здесь уши с Паниеля. Обратите внимание, такая мода того времени. Вот это она тоже немножко другие уши с Паниеля. Вот это две следующих дочери Ольга и Александр. Значит, самая трагичная судьба была у Александра. Ну, Александра вообще, посмотрите. Ну, просто прелесть. Александра, к сожалению, умерла молодой. В Петербурге есть памятник Николаю Второму. Первому, естественно, извините. На Исаакиевской площади. Напротив Мариинского дворца. И там вокруг четыре женщины с определенными вещами в руках. Это не просто женщины. Вот это аллегория веры. Это как раз старшая дочь, младшая дочь Александра. Александра Николаевна. Она умерла. Ей не было, по-моему, еще даже 21 года. При родах у нее открылся туберкулез. Николай Первый горевал. Его можно понять. Она была любимицей его. Вот это Вера, это Александра. Вот она, она же, соответственно. Вот это, соответственно, аллегория силы и чего-то. Нет, нет, нет. Это держит в руках копье, а это держит в руках да, 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 да. Фемида, да. Фемида. Вот это вот, вот это, вот это Мария Николаевна. А это супруга Николая Первого. Да, Александра Федоровна. Вот это вот у нас Мария Николаевна. Вот так вот ее изобразил, соответственно, скульптор, да. Но у нее хорошо, если в одной, вот видишь, еще одно свое слово в левой руке, это одним грести, этим подгребать. Вот. Вот у нее, видите, причем, такие вот доспехи. это такая римская тема, да, то есть вот она воительница такая, сила, вот именно старшая дочь. Ну а средненькая, она, соответственно, у нас мудрость. Мудрость. Цветное зеркальце, скажи. Младшая дочь Александра есть еще на южном фронтоне Исаакиевского собора, который смотрит на площадь вот эту вот Деву Мария. Это, соответственно, младшая дочь Николая Первого. Там вообще на этих фронтонах, что на этом, что на боковом, там очень много всяких. Там есть председатель академии художник Оленин, сам архитектор Монферран. Там масса все можно найти. Но вот это вот Александр. То есть вы когда приходите в Петербург на эту центральную площадь, вы видите вот эту дочь два раза. Да, вот аллегория Веры и вот здесь вот, соответственно, Мадонна. Вот это еще Мария Николаевна. Вот опять эти спаниелевские уши. Обратите внимание на моду. В руках аксессуар определенный. Значит, нет, это не аксессуар, это она повесила, повесила на спинку стула. Но шляпа, да, вот еще браслетик со змейкой. И я вам хочу показать еще одну очень похожую по моде барышню. Узнаете, какая такая? Да, да, да. Это жена некого Пушкина. Ну, ландская она здесь. Здесь она уже ландская. Да. Да, неплохой, в принципе, поэт Пушкин, на самом деле. Я даже сказал, лучший, наверное. Вот. Ну, то есть я просто к тому, что вот, видите, мода, мода, да? Вот. То есть это девочки в тренде. То есть это такой вок, первой половины девятнадцатого века, да, глянцевый журнал. И, соответственно, судьба у дочерей царских жестокая и печальная. Они все выходят замуж и уезжают куда-то там. Причем вот реально, когда Александру Павловну, старшую дочь, Павел провожал, у него, он говорит, я такое ощущение, что я отдаю свою дочь на заклание. И как вот воду глядела, реально. Она там не прижилась при этом дворе австро-венгерском, но она вообще как бы была палатина, паладина Венгрии. И тут приезжает в город Петербург герцог Лихтенбергский. Значит, кто такой герцог Лихтенбергский? Это младший сын Евгения Багарне, Жена Багарне. Кто такой Жена Багарне? Это сын Жозефины Багарне. Кто такая Жозефина Багарне? Это жена... Бинго, да, Наполеона. Но сын уже был при ней, когда она за Наполеона вышла. То есть он пасынок. Пасынок. Вот. То есть это получается пасыночный внук, я не знаю, как это назвать, Наполеона. Причем Эжен Багарне, он вообще сражался против России во французских, в составе французских войск, у нас тут. И когда Наполеон бежал победоносно отсюда, соответственно, он там возглавил часть войск и, собственно, выводил их из России. То есть вот такие коллизии судьбы бывают, да? Он приехал и что-то они как-то так друг к другу приглянулись. И тут возник гениальный план. А что бы не предложить, соответственно, ну что такое Герцеза Лехтенбергская, да? Это деревня Кукуева, значит, где-то там в прусских, значит, Европах. Что тебе там делать? Ты оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем. Вот. И он так подумал, подумал, почему бы и нет. Собственно, и он реально сюда переехал, они поженились, и, короче, он фактически стал таким мужем при жене. Да? Мужем при жене. То есть, ну ему, конечно, ему здесь, он возглавил, например, Академию художеств. Да? У него был очень хороший вкус, он собирал картину, у него была очень неплохая коллекция. Более того, забегая вперед, вот эта характерная черта явно не русская. Я имею в виду для великих князей, да? Он занимался минералогией, и он занимался гальванопластикой. Что такое гальванопластика? Это то, что я вам только что показывал, вот этот фронтон, например, или у меня, подождите, у меня есть, у меня есть еще гальванопластика, например, вот. Вот гальванопластика. Значит, опять-таки, ну, скульптуры-то, вот медный всадник, его отлили, вот эта целиковая такая бандура. Ну, единственное, там кусочек пришлось долеплять, потому что, когда его лили, там, Фальконе побежала, соответственно, бронза, ну, из бронзы же, на самом деле, медный всадник, это копирайт Пушкина нашего всего, вот, и, соответственно, Фальконе с криками выскочил, значит. И вот наш Хайлов такой, да, человек, он как-то там что-то замотал и спас отливку, лишился зрения человек, у него были проблемы со здоровьем, но вот благодаря ему как бы отливка произошла. И представляете, вот такие бандуры, мало того, что эти колонны, да, многотонные, да, и вообще он, как бы, там, 10 тысяч свай был забит, еще вот эти вот бандуры туда, они дорогие, тяжелые. Гальванопластика, это когда такой тоненький, 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 слой железа, он образуется, и они внутри полые. Соответственно, это а, дешевле, б, легче. Ну, то есть, как бы, бинго. Вот, вот, соответственно, из-за Габриэлла, товарища Каби, ну, у нас пишут, что это русские изобретатели, ну, потом стали писать, что русско-немецкие, ну, там, естественно, пишут, что он немецкий, а по факту он вообще еврейский, естественно, да, то есть, у него там, папа был еврей, в Германии, изобрел голливанопластику у нас в России. Да, да, это шоколадный заяц, да, да, вот. Соответственно, вот он, например, интересовался такими вот историями, да, и они, ну, вот еще одна их, вот это вот они такие в молодости, в общем, они поженились, им надо было где-то жить, ну, людям надо где-то жить, да, там, не всем же однушку выхина снимать, да, надо как-то по-другому еще организовать свою историю. Соответственно, им строился, строился, строился подарок, но пока он строился, они ютились, они ютились в Зимнем дворце, как могли. Вот это, соответственно, да, большой, большой кабинет Марии Николаевны, большой кабинет Марии Николаевны, ну, вот, ну, соответственно, после большого кабинета Марии Николаевны, как вы думаете, что еще должно быть Марии Николаевны? Совершенно правильно, вот, вот сразу видно, Человек наш. Если есть большой, то, ребята, конечно же, должен быть малый кабинет в Марине. Вы одним кабинетом собираетесь ограничить себя? Почему вы так себя не любите? Есть большой кабинет и есть малый кабинет. Дальше, да, уже пошел, соответственно, желтый салон. Нет, нет, желтый салон. Ну, по сути, это средний кабинет. Желтый салон великой княгини Марии Николаевны. Это был такой художник Гау. Гау, это все его. Да, это вот спальня Марии Николаевны. Ну, Максимилиану Максику тоже перепало немножко. Вот у него, соответственно, гостиная. Но хочу сказать, что Максик-то на самом деле, он там умудрился организовать как раз мастерскую себе, лабораторию. Прямо в Зимнем дворце. Но это малый Эрмитаж. То есть в Зимнем дворе, смотрим, такой Валентин Даламот построил малый Эрмитаж. Вот это гостиная герцога. Вот кабинет герцога, да. Ну, тут специально, видите, занавесочки такие, чтобы его, видать, как бы не дергали вот эти все. Потому что этикет – это отдельная история. Мы поговорим про это. Они были рабы этого абсолютно идиотского этикета. Вот. Ну, в общем, а еще была общая такая, ну, у каждых великих княжон, да, готическая гостиная великих княгинь. То есть, как бы, помимо малого, большого бодуара, туда-сюда, да, вот была еще общая. Когда было невыносимо грустно и тесно своих, они приходили в общую. Вот. Соответственно, ну, короче, да, а это я просто, ну, вот такой стиль Ракайль, вы можете, да, себе представить вот так вот. Дорого и богато. Это как раз, да. Ну, в общем, ютились, как могли. Выживали. Выживали, выживали, пока строилась их, пока строилась их квартирка. Квартирка, собственно, их строилась непосредственно на этой самой Исаакиевской площади. Построил их квартирку вот этот вот человек. Это Андрей Иванович Штыкиншнейдер, да, вот такая старославянская фамилия Штыкиншнейдер. Он вообще, он вообще сын Мельника, на самом деле, и сделал очень хорошую карьеру, потрясающий архитектор. Он был такой фирмовый архитектор как раз великих князей. Он построил, он построил дворец для Николая Николаевича Старшего, это для сына Николая Первого. Он построил дворец для Михаила Николаевича, еще одного сына Николая Первого. Он построил дворец для Белосельских и Белозерских, будущего владения Сергея Александровича, московского будущего генерал-губернатора, убьенного как раз Каляевым тут. Вот. Ну, и еще массу всего он за городом построил. То есть, он такой был полдовитый, очень талантливый архитектор. И он же построил, соответственно, квартирку для Марии Николаевны. Вот, это Мариинский дворец. Вот она там жила со своим супругом, а сейчас там заседает правительство Петербурга. Ютятся, да, и как-то там умещаются. И там, соответственно, герб города над фронтоном флаг развивается. Даже не один, а два флага развиваются. Вы, кстати, обращайте внимание, я очень люблю спрашивать своих шусантов, потому что не каждый знает вообще, как выглядит герб Петербурга. Как герб Москвы все знают, герб Петербурга, это на красном фоне два скрещенных якоря. Морской и речной. Да, это отдельная тема. Я об этом, кстати, рассказал в прошлом году, но повторю эту историю вообще про концептуальную задумку и вот эта вся Москва против Петербурга. Я обязательно эту тему повторю в этом году. Вот, Мариинский дворец, названный так, отгадайте, в честь кого. Вот это еще одна его иллюстрация. Вот, кстати, видите, вот этот дом, он сейчас выше. Он сейчас намного выше. А именно в таком виде этот дом застал Федор Михайлович Достоевский, когда он водил экскурсии для своей жены Анны Григорьевны Сниткиной II. Он, по-моему, в Москве гулял с ней и в Петербурге. Он показывал места, например, боевой славы. Говорил, что вот, например, а вот во дворе этого дома Раскольников зарыл, соответственно, топор под камнем. Она спрашивала, Феденька, а ты что сюда в этот двор зашел? А он говорил, ну для чего мужики во двор заходят? Ну, собственно, вот зашел. Ну и решил, что почему бы здесь, соответственно, Раскольникову не похоронить этот топор. Вот, это абсолютно реальная история. Как бы в ее воспоминаниях она есть. А это вот уже скромное обаяние буражази. Это уже вот апартаменты непосредственно в Мариинском дворце. Обратите внимание, что есть от картины. Это вот как раз из собрания герцога Максимилиана Лихтенбергского. Вот. Вот это, кстати, тот самый памятник, про который я говорил. Ну вот изначально вот он вот так вот выглядел. Тут вот движуха-движуха какая-то. Он, кстати, его охраняет этот памятник обязательно. Ну да, да, это такая особенность. Но это уже на самом деле на тот момент была не только наша особенность. Это больше особенность для американцев. У них есть такое поверье, что абсолютно дурацкое. Причем я читал, что оно и в Америке-то не на всех памятниках работает. Что если на двух лошадинах ногах изображен памятник, то этот товарищ погиб в бою. И они все спрашивают, америкосы, типа, this general, так сказать, умер когда? Им приходится писать, что это не general вообще-то. Это типа the Tsar. Вот. Николас the First. Вот. Ну для них что Николас... Они знают, Николас the Second может быть. А Николас the First это... Ну, с другой стороны, ну согласитесь, вы знаете, там, я не знаю, 13-го президента США, да? Ну, то есть это все нормально. И в этом мариинском борце вот была вот такая совершенно уникальная конструкция. Это лестница. Лестница, чудо-лестница, пандус. Лестница, пандус, да. А? Не волна, да. Отгадайте, каким инновационным материалом этот пандус был покрыт, когда этот дворец был построен? Ну, паркет это не инновационный материал. Асфальт. Асфальт. Покрыт асфальтом был, да. Ну, да, с Молдавией еще не было у нас плотных... С Таджикистаном, а в Молдавии еще не очень было плотных взаимодействий, поэтому... Да. И вот, кстати, еще один очень характерный эпизод. Дело в том, что перед самой революцией вот этот вот его зимний дворец, здание главного штаба, их закатали заподлицо вообще одной краской. Но здесь она такая серая выглядит, а на самом деле она такая, знаете, вот как вот полы в советских школах очень любили этой краской. Такой, ну, такой, да, красный корень, такой сурик, сурик такой, да, вот. Соответственно, вот их все, причем и колонны, и все, то есть вот зимний дворец был таким. Вот, ну, это, так сказать, офф-топчик, но, в принципе, в тема. Вот, соответственно, и построили вот это вот, вот это вот. Но надо сказать, что вот это уже Максимилиан Лихтенбергский, вот такой вот мужчина, с такими усами, с такими задумчивыми глазами. Максимилиан Лихтенбергский реально был вот, ну, это очень деятельный человек, и он потом еще возглавил горное дело, и по этой лавочке он отправился вообще на Урал конспектировать, не конспектировать, а инспектировать, да, инспектировать, ну, и конспектировать заодно. Инспектировать, соответственно, тамошний завод, и там простудился, приехал и умер. Потому что ему не было еще то ли 35, то ли 37 лет, я не помню. Очень короче, это 1853 год. А дело в том, что уже до этого Мария Николаевна, у нее уже, в принципе, был роман. Был роман с, ну, бывает, ну, че, ай-яй-яй, а ты вот прямо, прямо добродетель такая, знаешь, это, причащаешься каждую неделю. Вот с этим, ну, посмотрите, ну, разве возможно устоять? А? Ну, они похожи, но этот, ну, этот... Да, этот, нет, ну, они отличаются, ну, смотрите, у этого голубоглада, ну, никакой. Ну, короче, этот такой прямо, эх, я, конечно, не женщина, да? Да, это, короче, Григорий Александрович Строганов. Он вообще был сын Александра Строганова и его жены в девичестве Натальи Кочубей, который в свое время, там, Пушкин, траля-ля, все вот это там писал. И, в общем, одна из его любви и так далее. Они уже при жизни начали, как бы это выразиться, высокопарно мутить, да? Да, встречаться. Да. Выражаясь высоким штилем, мутить. И это дало, на самом деле, основание многим современникам потом говорить, что, ну, вот, старшая дочь и старший сын, они точно от Лихтенбергского, а вот все остальное, оно, судя по всему, уже не от Лихтенбергского. Оно уже, судя по всему, вот от него. И когда Лихтенбергский умер, Николай I еще был жив. А Мария Николаевна, ей очень, ну, ей вот уже, то есть она, конечно, год там погоревала, так, для проформы, но потом уже как-то, ну, чего, вот есть товарищ. Да. Да. И, короче, они реально обвенчались. Они обвенчались тайно, причем в домовой церкви этой Мариинской, Мариинского дворца. Один, ее духовник отказался это делать, потому что он знал, что царь узнает, все, там, секир башка. Да. Поэтому они там наняли, значит, из гостилиц, такое есть селение под Петербургом. Ну, и там быстренько товарищ их обвенчал, они ему заплатили деньги, он, как бы, уволился со всех должностей и, как бы, свалил. Хорошо зажил. Да, да. Это не первая история за сегодня, еще такая же история будет потом. Значит, я сегодня успею вам рассказать только про Марию Николаевну и ее старшего сына Николая Максимилиановича Лихтенбергского. А в следующий раз мы поговорим еще про Евгения Лихтенбергского, Георгия Лихтенбергского и других замечательных персонажей нашей истории. Так вот, соответственно, они тайно обвенчались, об этом знал только наследник престола Александр II, который очень, у него были очень хорошие отношения со своей сестрой. Ну, и еще два, соответственно, там, Долгорукий и Виллигорский, по-моему. Ну, в общем, не суть важная. Там один был министр, второй был брат министра. Это те люди, которые худо-бедно согласились. И вот они вот так жили-жили-жили-жили, а потом Николай I умер. Ну, это отдельный там, как бы, сюжет, как он умер. Мы сейчас не будем касаться. Плохо все было. Крымская война, проиграно. Величайшее унижение для России. Ну, то есть территориальных-то потерь практически никаких. Но вот именно в плане имиджевом это все. Это вот туда вот. Самый-самый низ. И именно с этого момента, ну, то есть, вы поймите, ради этого объединились два непримиримых врага. Англия с Францией, понимаете? Чтобы повевать с Россией. Но это уже о чем-то говорит, мне кажется, да? Вот. Ну, в общем, короче, он умер. И вот они тоже немножко там пожили-пожили. И решили, как бы, это объявить. Сначала поставили внутри семьи. Но потом приехала их тетка, как раз вот одна из дочерей Павла, королевы Голландии. И сказала, что, типа, нет. Ну, то есть, это невозможно. И потом, когда узнал ее мать, она сказала, боже, я думал, что у меня одно горе, а теперь вот у меня два, потому что мои дети меня обманывают. В общем, короче, это был такой ушат воды для них. И в итоге они уехали за границу. В основном там долгое время жили. Но есть свидетельство и характеристика вот этого замечательного Строганова, которую я бы хотел вам зачитать. Ну, это все воспоминания, но, как бы, тем не менее. Это Дмитрий Александрович Аболенский, такой деятель, в основном, вот как раз вот этих всех реформ Александровских. Вот он на своих воспоминаниях пишет. Мария Николаевна обвенчана со графом Строгановым. Я слышал об этом еще в прошлом году, в то время, когда свадьба это действительно совершилась, но не вполне доверял этому слуху. Но никто не мог поверить, потому что, на самом деле, все знали, что, как бы, Николай I свою дочь не любил, ну, как минимум, монастырь. Ну, а что Строганову было бы вообще даже страшно представить. Впрочем, сам Строганов вскоре своим поведением убедил меня в справедливости слуха. Он всегда был, что называется, кутилой и таскался по всем публичным местам. Везде, имея приятелей и знакомых. Со всеми был на ты. Но в год своей женитьбы он, вероятно, для отклонения всяких подозрений вел себя еще распутней. Отличная линия поведения, да? То есть, это как вот это катехизис революционера, да, Нечаева. То есть, революционеры должны стать последними подонками, чтобы никто не подумал, что они революционеры. То есть, пьяницами, распутниками отвести от себя всяких подозрений в революционной деятельности. Вот так же и здесь, соответственно. Не было попойки, в которой бы он не участвовал. Не было гуляния или танцкласса, в котором бы он не отличался. Говорят, покойный государь не знал об этой свадьбе, что, впрочем, весьма трудно предположить. Но он действительно не знал. Не мог он не знать об их любовной связи, и вряд ли решились бы лица, которые обязаны были об этом сказать государю, скрыть от него совершившийся брак. Случайно открытие этой тайны могло бы их уничтожить. Александр Николаевич положительно об этом знал, и, говорят, присутствовал при венчании. Но это он вредит, этого не было. Ну вот, собственно, вот одна характеристика прекрасного Григория Александровича Строганова. Но она не последняя. Есть еще. Что у нас дальше? Вот, например, Владимир Слагуб. Автор этой все. Тарантас, да? У него самая такая знаковая известная история. Значит, что пишет Владимир Слагуб? Я всегда находился с Григорием Строгановым в самых дружеских отношениях, и могу сказать, что редко на своем веку встречал человека такого благородного и доброго. Вот, кстати, именно эта цитата есть в Википедии. Есть просто на самом деле, вот, например, Масолов при дворе последнего императора, Витте, естественные воспоминания, Шереметьев. Короче, есть несколько такой десяток воспоминаний, которые вот обычно, их цитаты, они есть вот в Википедиях и вообще во всяких это справочниках. Так вот, Википедия, вот это, я всегда находился с Григорием Строгановым в самых дружеских отношениях, и могу сказать, что редко на своем веку встречал человека такого благородного и доброго. И на этом точка. Ну, тут есть продолжение. Он всегда представлял собой олицетворение того, что французы называют un viveur. Un viveur, это то есть житель-прожигатель жизни. Но в самом изящном смысле. Всегда готовый волочиться за женщинами и кутить. Видите? Он в то же время всегда был готов указать услугу товарищу, помочь бедняку, утешить страждущего. В России трудно кого-нибудь удивить способностью осушить почтенное количество бутылок. Но едва ли кто-нибудь мог в этом случае перещеголять Григория Строганова. Его попойки сделать в России легендарными, скажу, забегая вперед, не только его. Опишу одну из них, рассказыванную мне самим Григорием Александровичем. Ну, я опишу своими словами. Значит, действительно, будущее там, то ли в Ревеле, то ли, значит, еще где-то, в одном из вот этих прибалтийских городов современных. Там местные бароны, зная, что он такой стойкий парень, они решили, значит, вот их было 17 человек, чтобы он с каждым из них выпил по бокалу шампанского. Ну, типа, и после этого он явно ляжет. Он с каждым из них выпил 17 бокалов шампанского. Сел, как ни в чем не бывало, говорит, а давайте теперь вот мое пари, ну, я ваш это вот, да, я ваш, а теперь наем, говорит, ну, давайте. А давайте теперь каждый из нас выпьет по 17 бутылок шампанского. Бароны позеленели, побледнели, посинели, ну, а что делать? В общем, после третьей бутылки они все там уже были в усмерть, а этот, как огурчик, короче, надел свою шляпу, да, и свалил, да. Да, вот, короче, такая прекрасная история про господина Строганова, супруга Марии Николаевны. Да. Ну, и про Марию Николаевну там тоже, конечно, ходили всевозможные там слухи и прочее, да. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас мы переходим к очень такому важному моменту, это как раз вот жениться по любви не может ни один король. На самом деле, да, конечно, вообще, вообще Романовых, всех вот этих великих князей, княжон и так далее, их можно разделить на три категории. Первая категория, это действительно очень позитивные, положительные персонажи. Например, великий князь Константин Константинович, сын Константина Николаевича, сына Николая Первого. Он, конечно, хоть пару раз и спал с банщиком, причем признавался, да, в своем дневнике, но, тем не менее, как бы понимал прекрасно, что это искус, с этим боролся и поборол это. Вот, и он, это поэт Каэрун, и очень многое действительно сделал для России. Либо, например, Лизавета Федоровна, сестра вот императора, жены императора Николая Второго, да, супруга вот этого Сергея Александровича, московского губернатора, тоже светлое пятно такое в этой всей истории. Вот на Ордынке, соответственно, Марфа-Мариинской обители, я там делал уже два раза экскурсии, но, судя по всему, в следующем году еще раз проведу, потому что, ну, это, как бы, одно из самых волшебных мест Москвы. Следующая категория Романовых, это то, это те великие князья и великие княгини, которых можно назвать, охранять словом, никакие. Ну, то есть, ну, они жили и жили. Ну, вот самый яркий, ну, например, один из ярких примеров, это великий князь Андрей Владимирович, муж Матильды Кшесинской. Ну, собственно, если бы вот он не был мужем Матильды Кшесинской, ну, больше сказать-то о нем было бы и нечего. Конечно, в справочниках всяких пишут, там, их звание, там, вот он выпустился туда, получил такое-то, награды, ну, в общем-то, и все. И третья категория, это вот реально, ну, либо противоречивые персоны, либо вот явно, сто процентов отрицательные, как великий князь Алексей Александрович, князь Сусимский, семь трудов, августейшего мяса и так далее, вот это все, да, то есть, я про него обязательно расскажу, потому что он имеет отношение к потомству Марии Николаевны. Да, Евгений Лихтенбергский, он мутил с Зинаидой Скубелевой, сестрой известного полководца, а Зинаида Скубелева в какой-то момент стала любовницей великого князя Алексея Александровича. Там по городу ходили случаи, что он в определенный момент, он был такой парень-то сильный, он просто выкидывал из окна пару раз, как бы, из своего дворца, но потом давал денег за то, что он его, так сказать, жену, как бы сказать, любит, да, определенным образом. Вот, ну это, вот Алексей Александрович, да, вот это вот совершенно точно персонаж с отрицательным знаком. Вот, так вот, соответственно, Мария Николаевна, она вот как раз из третьей категории, вот она просто, ну, противоречивая натура, на самом деле, ну что такого, ну да, ну ты тебя муж, ну не срослось с мужем, ну бывает, в конце концов, да, но она не может развестись и жениться. Более того, она не может, она и при жизни-то не могла жениться, вот она шла по улице, и навстречу идет вот такой брюнет огненный, и на нее смотрит, да, и вот все, они взгляды встретились, и вот следующий кадр, соответственно, мы видим, они в ЗАГСе. Нет, потому что брюнет, скорее всего, был каким-то там гувернером, или, я не знаю, еще кем-нибудь, ну то есть, все, до свидания. Поэтому она могла жениться только, выходить замуж, извините, за вот ровню себе. И это была одна из проблем. А после, соответственно, смерти мужа, по идее, нужно было там выдерживать долгий траур, и уж если выходить замуж, то опять-таки за кого-то из, вот. Строганов-то тоже, знаете, ну, он хоть и как бы пил там по 17 бутылок шампанского, но все-таки не какой-нибудь там вологодский купец, да, тем не менее, уже, уже мезальянс, уже как бы даун, уже нельзя, вот. То есть, это вот та проблема, с которой постоянно вот Романова, не только Романова, жениться по любви не может ни один король, как мы знаем из классического произведения. После смерти Николая Первого, вот это тоже Аболенский пишет, вот свидетельство, что могло произойти. Она сказала мне, что сейчас во дворце к ней подходила великая княгиня Александра Иосифовна, Александра Иосифовна, это жена Константина Николаевича, мы все это выучим, не переживайте. И про Александру Иосифовну, которая там столы крутила и прочее, там вызывала духов, и как бы все нормально. Вот. Жаловалась на то, что Мария Николаевна начинает уже забирать силу, и что этому нужно помешать. То есть, вот, например, такое, да, свидетельство. А многих вопросов, по словам ее, уже толкует разную дребедень, как то о возвышении дворянства, но тут она перечисляет, но я не это хочу сказать. Вот. Одним словом, по всему видно, что начинается каша и готовится странная путаница. Чем все это может закончиться, права не знаю. Сохрани бог, если все эти бабьи сплетни, правда, будут иметь влияние на дела. Нет ни одной мысли, которая не смогла бы прийти в голову какой-нибудь Марии Николаевне, когда она захочет придумывать там всякий проект. Какой-нибудь Марии Николаевне, да? То есть, вот, соответственно, вот, например, такое отношение. Ну, Аболенский, он был, конечно, из лагерей либералов, надо сказать, да? Они там все как раз вот в здании русского музея. А, вот, что, кстати, хочу вам показать. Это прям видосик, видосик, видосик. Так, это дверь на углу Невского проспекта и Дворцовой площади. Она как раз вот методом гальванопластики выполнена на заводе, который организовал Максимилиан Лектенбергский. Вот конкретно эта дверь, она реально вот... Ну, сейчас она туда проедет и вот сейчас обратно. Вот именно вот эта угловая дверь, это реально на его заводе эта дверь сделана. Да, ну... Под Питером где-то. Ну, молодец ведь, понимаете, да? Там у него там чуть ли не первые паровозы начали делать, такие серьезные. Живут вот они вот так вот живут. И, ну, в итоге Мария Николаевна вернулась таки в Россию. У нее была болезнь. Тут, кстати, пригодилась вот эта вот... Вот этот пандус этот пригодился очень хорошо ей, потому что лифтов еще не было. Да, был один лифт во дворце Николая Николаевича, но там он, я потом расскажу, он в определенный момент рухнул, и там одну даму немножечко это покорежило от этого. Она умерла, а затем, соответственно, умер и ее супруг. Но, конечно, для семьи Романовых это был тяжелый удар, что она после смерти своего мужа, она вот вышла замуж за этого... Точнее, еще при жизни императора после смерти вышла замуж за вот этого Александра Григория Строганова и так далее. Но это как бы еще, ну, как бы, ну, вышло и вышло. Ну, в конце концов, ну, имеет право, ну, женщина, ну, что я теперь, как бы в монастырь идти, как бы, после этого, да? Ладно, это еще, как бы, еще полбеды. А дальше начинается более интересная история. У них, соответственно, было потомство, естественно, да? И вот я хочу рассказать вам про первого сына. Я просто постараюсь ограничиться, ну, хотя бы в полтора часа, вот, потому что... Это уже у нас Николай Электенбергский, старший сын. Вот этот как раз считался, ну, да, он сын именно Максимилиана Электенбергского. Он, ну, сын и сын, как бы, молодец еще, вот. Вот это, соответственно, вот это вот он наверху, вот это он. Вот это великий князь Владимир Александрович, это великий князь Александр Александрович, будущий Александр Третий. А это какой-то там немецкий, не помню, Альтенбургский. И, в общем, я в них не очень разбираюсь. Вот, то есть он был очень, на самом деле, приближен к Александру Второму. Он, кстати, присутствовал как раз в тот день с ним вместе с своей старшей сестрой Марией в летнем саду, когда покушался Каракозов. Вот, и вообще Александр Второй к нему благоволил. Но он, ну, тут такая маленькая фотография, я бы больше не нашел, но там вот больше. Он, соответственно, в какой-то момент запал на госпожу Акинфеву. Акинфеву, Надежда Акинфева. Значит, кто такая Надежда Акинфева? Она в замужестве была Анинковой. Я вам просто покажу сразу ее. Вот это вот она же. Ну, это вот, не знаю, видите, тут надпись запрещающая это использовать. Ну, вот такая вот, да, вот такая вот девушка. Ну, вполне. Ну, под тем временем она так вообще. Она в замужестве Анинкова. Она вообще из Москвы. Вышла вот за помещика 19-летнего Акинфева. И, соответственно, стала с ним жить в его там имениях тролля. Потому что родители ее разорились, у нее была безвыкновенная ситуация. Но в провинции такой, ну, вы видели ее, да? Где она и где там Акинфев с его там имениями. Естественно, она уехала в Петербург. Анянкова, что вот этот Акинфев, он приходился троюродным племянникам Горчакову. Вот. Это наши, вот наши все. То есть это вот такой вот Иванов, помноженный на 10, да? В 19 века. То есть это однокашник Пушкина. И, если я не ошибаюсь, он был последним вообще оставшимся в живых. Из этого... Да? Да? Да, да, он один как раз отмечал. Есть очень трогательное описание, как он это делал. Вот. Это вот наш... Это наша внешняя политика. Министерство иностранных дел тогда располагалось... Вот Зимний дворец, напротив такая полукруглая арка главного штаба. Сейчас там с левой стороны тоже эрмитажные все дела. Там как раз туда импрессионистов отправили со всеми этими Матиссами и Ван Гогами. А раньше там было Министерство иностранных дел, и там же была казенная квартира. Ну, это обычная история. При министерствах казенная квартира, он там и жил. И там же он поселил вот эту вот Акинфеву. Да, то есть он ее поселил. Всем говорил, что это моя племянница. Значит, он родился... Он был на год младше Пушкина. Он родился в 1798 году. А Акинфева родилась в 1840. Да, но любовь... Любовь... На нее западал не только Горчаков. На нее западал еще некий Тютчев, про которого я вам неоднократно рассказывал на наших экскурсиях и в Москве. И на некоторых экскурсиях в Петербурге. Он посвятил ей одно очень характерное стихотворение, которое я бы вам хотел зачитать. Это посвящение как раз вот этого госпоже Акинфевой. Ну, вот самое такое вот. Как летний иногда порою вдруг птичка в комнату влетит, и жизнь и свет несет с собой, и все огласит и озарит. Так мимолетней и воздушной явилась гость и к нам она, наш мир и чопорный, и душный, и пробудила всех от сна. При ней и старость молодела, и опыт стал учеником. Она вертела, как хотела, дипломатическим клубком. Очень современное такое стихотворение, да? Она вертела, как хотела, дипломатическим клубком. В общем, короче, ну, вообще Горчаков был очень любопильный человек, но об этом не принято было говорить. Так вот, Экштуд есть такой исследователь. У него есть прямо книжка, называется «Надин», там чего-то тараля-ля. И он там вообще выводит такую теорию. Ну, она, конечно, я не знаю, такая очень скользкая теория. Но, в принципе, я люблю эти истории, так как вот у меня есть книжка дома «Повседневная жизнь» из серии «Повседневная жизнь». Там один французский писатель пишет о том, что проблема французской революции заключается в том, что у всех предыдущих королей у них были любовницы, и они оттягивали народный гнев. А у Ледовика XVI любовницы не было. И поэтому огребла все его жена. И вот завел бы любовницу, и было все нормально. Ну, как бы, понятно, бред, но это так круто. Ну, мне кажется, это так круто. То есть такая очень нельзя, очень французская такая версия. Вот, то же самое и здесь. Значит, он говорит о том, что, ну, в 1963 году уже было восстание в Польше, и там опять-таки мутило и Англия, и вообще была, ну, Крымская война была еще не за горами. И была угроза еще одной войны. Горчаков это разрулил вообще просто, как это, пацаны, вообще ребята. Одну ремарку, по поводу теории. Есть такая книга, восьмитомная, называется «История 19 века», два француза, кстати, Лавис и Рымбо. Да, ну, вот второзная. И вот, значит, в третьем томе, я сейчас считаю третий том, короче говоря, он пишет, что с Венского конгресса, то есть 1812 год, по середину 80-х годов Россия помогала Пруссии, включая Корчакова, Бисмарку, объединение Германии. Короче говоря, они пишут, что по существу последующая Первая мировая война Россия создала сама себе неприятности, потому что мы помогали объединению Германии, мы помогали Бисмарку. Второй рейх создал Россию по существу, в противовес Франции и Англии. Ну, да, может быть, потому что переориентация на Францию, она же началась при Александре Третьем, но это как бы отдельный сюжет. Никто не верил, что Россия помирится с Францией, тоже это было большое удивление. Ну, ладно, сейчас мы не будем углубляться в эту историю. Ну, в общем, да, Бисмарк, он же вообще приезжал в Петербург, если вы в курсе, да, то есть он дожил на Невских берегах, и он очень много чего понял про нашу страну. Например, что не надо с нами воевать. При всем при том, но воевать с нами не надо. Это Бисмарк понял. Так вот, возвращаясь к нашим историям. Вот они живут вместе. А, так вот, к теории-то, теория, что, короче, вот этот вот, это он был вдохновлен ею, и вот он как бы специально показать себя перед ней, вот он это, вот так вот лихо это дело провернуло. И наоборот, продажа Аляски, она была потому, что, короче, он был слишком занят Акинфевой. И как-то ему вот эта Аляска, как бы, ну вот, ну вот такие вот, он выводит там такие вот истории. Ну, понятно, что они такие, ну, как бы, очень скользкие, конечно же, но не могу вам их не рассказать. А в соседнем крыле было как раз департамент этого горного дела, куда, по наследству, который вот как раз достался этому Николаю Эльфенбергскому, он там служил, работал, и он туда ходил. Ну, и вот они рядом, и, короче, он там познакомился с этой Акинфевой и запал на нее. Просто вообще. Они встречались даже в Мариинском дворце под носом у своей мамаши Марии Николаевны. Как мы уже знаем, очень верные супруги, да. Началась очень странная ситуация. Значит, Горчаков, в принципе, был не против жениться на этой Акинфевой. Но в какой-то момент он понял, что если он это сделает, ну, короче, его карьера и все, как трындец. Ну, то есть, потому что она будет разведенная и так далее. Более того, ее же надо еще развести сначала. Муж-то еще, муж-то живой. Живой и нормально его с ним все. Его надо развести. И тогда, соответственно, создался план действительно развести ее с этим мужем. Вот Тюча вспоминает. Вчера мы с госпожой Акинфевой во главе Езельного вокзала встречать нашего милого князя Юбиляра, князя Горчакова, которого мы будем чествовать сегодня. Это как раз вот они вместе поехали встречать его с его триумфального возвращения. В письма, кстати, обратите внимание, изначально все на французском писались. Дальше своей дочери он пишет. Предмет же не столь великой значимости и легче подающейся оценке – это влюбленность в бедного канцлера, все еще ждущего своего увенчания. Будущая канцлерша не вполне пока отважилась стать таковой и для принятия окончательного решения ожидает скорого приезда некого герцога. Это имеется в виду Лихтенбергский. Никогда еще больше самообзросства не совершалось с меньшим воодушевлением. Что касается супруга, то в его согласии почти все уверены. Он весьма уступчив. Единственное его желание – обеспечить себя средствами, которые позволили бы ему провести несколько из-за границы. И с этим расчетом он предлагает своему приемнику купить его имущество за 120 тысяч рублей. Вот во что в настоящий минут упирается дело. Если смотреть со стороны, все это кажется довольно некрасивым, но тесное общение смягчает и сглаживает впечатление. Короче, ему дали эти 120 тысяч рублей, это колоссальная сумма, и супруг сказал «Окей». Мало того, что сказал «Окей», он взял вину на себя. Значит, дело в том, что если ты берешь вину на себя, ты больше не имеешь права жениться. То есть всегда старались во всех этих бракоразумных процессах, чтобы вина упала на другого. Ему, естественно, наняли двух свидетелей, потому что я уже рассказывал о своих экскурсиях. Ну вот на Мясницкой, там нынешний ГИК БДД, там раньше была консистория. Консистория, где эта вся история решалась. Кстати, и это тоже там решалась, в московской консистории. То есть, короче, когда вы женаты, вам надо обязательно доказать, что изменил один из супругов. Ну это самый-самый простой, очевидный путь. Но нужны два свидетеля обязательно. Со свечками. Да, да, вот вы смеетесь, а реально, почитайте Анну Каренину. Нужны два свидетеля, которые подтвердили бы, что да. Более того, этих свидетелей вызывали и их допрашивали. Их, ну то есть какие-то подробности, там, траля-ля, вот это все. И, короче, естественно, этих свидетелей нанимали. Ну, была прям такая профессия, как бы, свидетель бракоразводных процессов. Нет, ну, они не только на это нанимались, они просто были такие удобоваримые. Соответственно, он сказал, да, я изменил, вот, товарищи подтвердят, где мои бабки, я поехал. Все, короче, вопрос закрыт. Развели. Развели, да, продал жену, вот реально, продал жену и поехал. Такие вот высокие отношения. И дальше перед Горчаком стала очень серьезная проблема. Две, точнее. Во-первых, он выяснил, что у него есть соперник. Николай Эльхтемберский. Который работает в соседнем крыле. И что Акинфева с ним это. Во-вторых, он понял, что он не может на ней жениться. Но это будет фиаско для его карьеры. И вот он как бы, ты хочешь, что делать-то? И тут его осенило. Ну ладно, хорошо. То есть уже на него начался прессинг очень жесткий. То есть как бы, ну стало понятно, что если он реально эту историю доведет. Ну все же не идиоты племянницы, мы все понимаем. Вот. Соответственно, если он эту всю историю доведет до конца, то все. И тогда он решил, ну хорошо, женим тогда Николая Эльхтемберского на этой Акинфевой. Что тоже как бы нельзя, потому что, ну я уже рассказывал, он не может жениться на Акинфевой. Ему нужно какую-нибудь тоже там кенегиню, герцогиню, ну великую там принцессу там и тра-ля-ля. И вот, якобы, якобы проявляя благородство, а на самом деле спасая свою, как бы это сказать, филейную часть, Горчаков организовал эту свадьбу под носом у Марии Николаевны. Когда она узнала о том, что ее сын женится на какой-то там Акинфевой, которая, а, только что развелась, б, еще была наложницей Горчакова, она просто вообще в поломауте прискакала, значит, выяснять отношения, но уже все, поздняк метаться. Короче, это дело взяли под контроль. Им не давали обвенчаться. Более того, затормозили бракоразводный процесс. Специально Александр Второй затормозил. Акинфевой сказали не выдавать заграничную паспорт, потому что они хотели обвенчаться там, она уже была беременная, и если бы они, сын родился здесь, он бы был Акинфевым. А если бы он родился в Европе, он бы был сыном Николая Максимилиановича, Лехтенбергского. Короче, они все-таки, короче, проникли туда, и там они обвенчались. Но 11 лет у них были мытарства, пока, наконец, их брак не был признан, и госпожа Акинфева, вуаля, история с Ролушки стала госпожой Багарне. Да, она получила титул Багарне. Зинка Скобелева тоже потом так же сделает. Толки об удалении, это вот Аксаку он пишет по-русски, в отличие от своих дочерей. Вся эта кутерьма вышла вследствие глупой истории с Акинфевой, за которую государь досадует на Горчакова, да и не без причины. Но об замещении его кем-нибудь другим государь, вероятно, и не думал. Соответственно, слава богу, Горчаков был спасен. И вот еще, кстати, одна характеристика Николая Лехтенбергского, это Игнатьев, походные письма. И вот одно из них. Гурко хвалит Церетылева. Гурко это вообще герой многих войн, а потом, соответственно, его император призвал к себе во дворец, но под носом у Гурко случился взрыв, устроенный Халтуриным, и Гурко досталось. Но Гурко, с другой стороны, говорил Александру Второму, пустите меня, посмотрите дворец, а Александр Второй говорит, не пущу. Потому что там уже жила Катенька Долгорукая, и это еще один сюжет про то, как народная воля на самом деле сделала огромный, большой, в кавычках, подарок монаршему дому, потому что устранила проблему престола наследия. Она уже начинала возникать. Уже начали ходить толки, что, может быть, не Александр Третий, ну, тогда Александр Александрович будет, а дети, собственно, Катеньке Долгорукой, потому что уже все к этому шло. Вот. Гурко хвалит Церетылева, который был полезен, усерденно высказывает мужество. Ругает Лихтенбергских, в особенности Николая Максимилиановича, явившегося доказательством своей совершенной неспособности, растерянности и робости. В деле Уэски Загры он расплакался и прислал просить, чтобы прислан был кто-нибудь другой командовать, ибо чувствует, что не может продолжать вести бой. Он даром погубил третью болгарскую дружину, у которой взяли 350 человек в плен. Гурко тотчас прислал Рауха, а Николай Максимилианович, поблагодарив, поспешил удалиться с места сражения в казану, Лык вместе со своим братом и конвоем, забрав всех вестовых и ординарцев, считая их исключительно существующих для личной цели, и оставив Рауха с одним офицером в пылу дела, что всякий военный сочтет непростительным и так далее. Вот очень такая показательная характеристика. И в итоге, короче, Лихтенбергский досылка до Акинфеева. И вот, кстати, еще один источник, который я очень часто буду цитировать, это дневник статус-секретаря Половцева. Тоже, кстати, очень интересная у него судьба. Он жил на Большоморской. Сейчас там дом архитектора. Тоже вот такие скромные все. Вот такой архитектор Пель построил это замечательное здание. Николай Лихтенбергский. Суббота. Ну, он пишет дневник Николая Половцева. Суббота. Похороны в Сергиеве пустыне Николая Максимилиановича Лихтенбергского. Сергиеве пустынь, это на юге Петербурга. Там было такое кладбище. Потом его снесли при большевиках. Не еду туда, потому что боюсь простудиться. Да и к тому же некогда. Никогда и не находился с ним в близких отношениях. С молодостью он подавал большие надежды. Был привлекателен не только по наружности, но и по своим вкусам. Любви к науке, в особенности горному делу. В зрелом возрасте все это погибло благодаря несчастной связи с Акинфьевой. Он переселился за границу. Жил в тяжелом душевном настроении. Кончила жизнь вследствие усиленной морфинизации. Вот такая вот судьба. Вот это я вам рассказал историю про одну царскую дочь и одного царского внука. И я хочу сказать, что это не самая жесткая история. Потому что на самом деле, ну вот опять-таки, если мы берем контекст современности, смотрите какой-нибудь фильм Тарантино. Но кончил он там свою жизнь вследствие морфинизации. Да, но плохо, конечно. Но каждый выбирает свой путь. Но будут истории еще более жесткие. Эта история хотя бы не оказала какого-то серьезного воздействия на политическую обстановку, на ситуацию вокруг царей и так далее. Но будут, к сожалению, истории, которые будут напрямую влиять на то, куда пойдет страна. Потому что Распутина познакомили с Николаем Вторым две черногорские принцессы, милиция Истана. И одна из них была замужем за Николаем Николаевичем Старшим, который увел ее от Георгия Лихтенбергского. И об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Я понимаю. Я поэтому по чуть-чуть, по две, по три персоны за один прием больше прописывать не буду. Да, да, на самом деле, я когда вот для детей экскурсию водил, я прям такой пассианс раскладывал и говорил, вот это вот сын, значит, того. Да, соответственно, в следующий раз мы с вами как раз-таки поговорим про двух других сыновей Марии Николаевны, оставшихся Лихтенбергских. И потихонечку начнем переходить к ветве Николаевичей, которые тоже жгли напалмом, и все там было очень хорошо. Вот, дорогие друзья, надеюсь, вы получили дозу информации. Я в заключение хочу сказать, что я не ставлю целью строить свои лекции по схеме скандала, интриги, расследования. Я вам просто хочу преподать этих людей не как мумий каких-то, да, или не как вот эти вот справочные лица, вот, да, открываешь там какой-то. Или, вы знаете, вот любой документальный фильм, там, я не знаю, вот два я видел про Мариинский дворец, или любую книжку, вот у меня про Мариинский дворец три книги, про Исаакиевский собор у меня 15 книг. Вот ты читаешь, и там вот просто, понимаете, бабочки порхают, как бы флейты играют, там вот не хватает еще какого-нибудь ангелочка с арфой, который бы пролетел. А на самом деле, на самом деле, все, ну, мягко говоря, не так. Все совершенно не так. И вот это вот, знаете, вот это вот, а вивер, да, прожигатель жизни. Ну, прожигатель, ну, изящный. То есть, как бы, да, 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 то есть, это, это очень важный момент, это контекст. То есть, как бы, это было нормально. Это было нормально. То есть, жить, вот, ни хрена не делать, по сути, паразитировать, но делать это изящно. Делать это изящно, ну, я не знаю, но дядя Пушкина хотя бы поэму написал про поход к Б, да, в такой вот дом. Ну, хотя бы, опасный сосед он называется, чем и прославился. Вот, хотя тоже был там Бон Виван и траля-ля. Вот, ну, а вот этот, что, ну, 17 бутылок шампанского. Ну, флаг тебе в руки. Как бы, да. Не, ну, я сейчас не буду отвечать на вопросы, иначе мы углубимся. Нет, они не немцы. Значит, это очень распространенное заблуждение. Дело в том, что не было национальности раньше. Было вероисповедание. Поэтому, вот ты немец или немка, но ты вот в православии траля-ля уже, там, не знаю, Мария Федоровна, и все. Ты русская императрица. У Брагауза написано, что Романовы дворянские рот в России, Брагауза, в последнем издании, в мужском корее, вгазший в конце 17 века. Вот так выписано у Брагауза буквально. Ну, не знаю, на самом деле. Но мы можем в следующий раз просто нарисовать схему и проследить. А Боленский, кстати, говорил, по-моему, Александру Третьему, или Александру Трому, он говорил, когда ваши предки были за мухрышками в Германии, мои предки были здесь уже давно, мои предки и Рюрик. Ну, это да, это проблема Петра Третьего и Екатерины Второй, потому что это, да, таких два великих русских человека на троне, да, одна вообще просто русская, там, со всех сторон, а второй, там, он на четверть, что ли, был русский, я не помню. Ну, я, может быть, принесу, покажу вам этот опыт, я не помню, кто это историк, Соловьев или Ключевский демонстрировал с бокалами, да, вино и вода. Ну, вот я вам покажу, расскажу. Очень хороший опыт, где он показывал, сколько крови, да, сколько русской крови течет в жилах Николая Второго. Да, но проблема в другом, вы поймите, еще раз я вам хочу сказать, плевать было абсолютно, что они там, ну, во всей Европе так было. Виктория была бабушкой, европейской бабушкой, потому что она, все ее там дети, внуки и правнуки, тролля, они там везде были, где их только не было. Вот, но они, соответственно, становились той национальности, где они были. Тоже самая обратная ситуация, как эти наши немцы русские, да, там треть немца служила там и в армии, и тролля, Штыкиншнейдер, Андрей Иванович Штыкиншнейдер. Но он был, как бы, русский архитектор. Вот, то есть он уже был натурализован абсолютно, но, слава богу, единственное, что он просто был усидчив, это, он у Монферрана, он поднялся, Монферран же это француз, там, а, там вот, люстрочка, там, как сказать, а, как бы, а проработать это все, прорисовать, как бы, кто? Штыкиншнейдер. Все, вот он его сгружал, и вот, какой парень отличный. Вот так вот, да, вот так вот он и выехал, на самом деле. Вот, первая постройка была для Бекенглудорфа, как раз при Балтике, Николай приехал, и он, говорит, а кто это тебе? А, вот, типа, парень. И все, и вот так он пошел, 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 да, пошел, и вот. Вот, ну что ж, спасибо, друзья. Да, да, давайте вопрос. Вот сын Марии Николаевны, вы великий князь не считаете, что если по мужской части, ага? Да, 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 он был великий князь, это по мужской линии. Более того, я вам хочу сказать, что Александр Третий ввел закон, согласно которому великими князьями занимались только прямые потомки, а косвенные уже были князьями императорской крови. Таким образом, он отсек, во-первых, а, проблему престола наследия, Б, это еще один момент, про который я буду говорить, ну, они же, ну, они рождаются, окей, ну, им же всем надо по дворцу, по содержанию, то, сё, пятое, десятое должности и так далее. Ну, опять-таки, ну, видите, приходится ютиться там в зимних дворцах, всего лишь, всего лишь два кабинета, большой и малый, вот, да, и так далее, там, подобное. Спасибо, друзья мои. Не расходитесь, пожалуйста, сидите, сядьте, я хочу сфотографировать вас.